Экономика в каждый дом. В студии Ясаулова Елена. Добрый день, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ясаулова Елена, и я представляю пилотный выпуск программы «Экономика в каждый дом». Я медиа-менеджер, продюсер, автор книг и по совместительству студентка высшей школы экономики по специальности финансовый менеджмент. Для чего я так представилась? В эпоху блогеров стало очевидным, что быть неграмотным и некомпетентным в той области, о которой нам вещают эти знатоки, это нормально. Я же говорю о том, что изучаю. Знания, которые нам дают в этом ВУЗе, не всегда можно найти в открытых источниках. Этими секретами я и буду делиться с вами на просторах радиоволн. Наша радиопередача также дублируется на видео, что дает возможность охватить как можно больше жителей города, предпочитающих смотреть видео в сети интернет. Итак, что такое экономика? Почему это слово неразрывно связано с политикой? Что делать простым домохозяйством, когда инфляция превышает индексации зарплат? Обо всем этом будем говорить в течение пяти минут. Передача наша называется «Экономика в каждый дом». На мой взгляд, нет ничего более насущного, чем грамотно осуществлять контроль над бюджетом семьи в те непростые времена, которые сейчас наступили. На моем веку это уже пятый кризис, и, как показала практика, только спокойное отношение ко всему происходящему может дать силы разумно мыслить и не поддаваться на панические настроения. Начнем с того, что экономистов принято считать неконкретными. Якобы на конкретные вопросы трудно получить сразу разумный ответ. Они придумывают отговорки типа «при прочих равных условиях», «часто позитивно настроены там, где, казалось бы, полный хаос», «сферический конь в вакууме». Но я скажу так, экономический анализ – это точные математические количественные методы. При том, что экономика – это общественная наука, тесно связанная с социологией и психологией. Чувствуете? Снова психология. Вы улыбнулись и подумали, что перед вами психолог, который в конце передачи позовет на свои тренинги. И вам придется раскошелиться. Нет, я не психолог. Более того, считаю психологов в большинстве своими псевдонаучными прохиндеями. Психология помогает просто выдохнуть в момент стресса, выговориться, так сказать, выдохнуть и рассказать то, что вы не рассказали бы родным и близким. И за это вы платите деньги, которые могли бы потратить на хорошую еду. Вот уж точно чего не хватает нашим россиянам. Чтобы вы понимали, какие сферы охватывает экономика, скажу, что при изучении этого интересного предмета мы применяем знания в таких областях, как естественные науки. Это науки, которые изучают природные явления. Это физика, биология, астрономия. Гуманитарные и общественные науки. Это психология, социология, история. Формальные науки. Изучают формальные системы, основанные на аксиомах и теоремах. Математика, кибернетика, статистика. Экономическая наука разделена на несколько уровней. Возможно, вы слышали эти понятия по телевизору, при чтении новостей в газетах или по радио. Это три буквы М. М. Микроэкономика. Наука, которая изучает поведение отдельных лиц и фирм при принятии решений относительно распределения ограниченных ресурсов и взаимодействия между этими лицами и фирмами. Микроэкономика фокусируется на изучении отдельных рынков, секторов или отраслей, а также отдельных домохозяйств, то есть наш с вами семейный бюджет. Макроэкономика. Раздел экономики, изучающий производственные отношения, структуру, действия участников и систему принятия решений в целом в рамках отдельной страны или всего мира. Макроэкономика основывается на изучении агрегированных показателей – ВВП, уровень безработицы, индексы цен. Мегаэкономика. Раздел экономической теории, в которой исследуются проблемы мирового производства. Мировая экономика – это глобальная экономика, связывающая национальные хозяйства в единую систему международным разделением труда. Итак, нам важно иметь потребности в рамках своего домохозяйства, то есть своей семьи. Потребности всегда выше, чем наличие средств, денег всегда меньше, чем нужно. Понятие «жить не по средствам» – это знакомо каждому, кто уже зарабатывает себе на жизнь или кормит семью, в которой есть дети, родители-пенсионеры и, не дай бог, те, кто болен, кто нуждается в уходе и ежеминутном внимании. Мы пришли сейчас к главной сути экономического предмета. Что же изучает экономика? Экономика изучает нас с вами, наше поведение в процессе потребления, накопления, закредитованности, возможности выйти из финансовой дыры. Наше потребительское поведение, которое не… поведение, когда не хватает средств на питание, мы меняем наши приоритеты. Дорогой йогурт, на полке мы заменим тем, что дешевле. Наш семейный бюджет не резиновый, а нужно все успеть – сходить в театр, купить впрок продуктов, заплатить за жилье, оплатить кредиты и вряд ли останутся свободные средства. К концу месяца так и хочется спросить, а где же взять еще, чтобы прожить неделю? Экономика, она всегда об ограниченных ресурсах – природных, семейных, государственных. И именно экономика изучает то, что называется альтернативным использованием. Выбор каждый день делают и люди, и бизнес, и политики. И все они живут в режиме ограниченных средств. Всегда есть потребности и всегда есть благо. Мы как размышляем? Нам не хватает всего. Нужно производить больше еды, больше одежды, домов, квартир. И тогда все будет хорошо. Почему же у нас этого нет? Мы же все должны жить в достатке. То есть власти должны удовлетворять все наши потребности. Почему же этого нет? Об этом мы начнем говорить в следующей передаче «Экономика в каждый дом». Наша программа выходит как подкаст на всех доступных подкаст-платформах, а также есть расшифровка на YouTube-канале. Это была Исаулова Елена. Услышимся ровно через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok